МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялся успешный старт ракеты «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк. Установленные на первой и второй ступенях, ракеты-носители «Самарские» двигатели отработали штатно и помогли вывести космический аппарат на целевую орбиту в расчётное время. Статистическая надёжность изделий превышает 99,9%. С начала недели изменилось расписание движения речных судов из Самары в Рождествено. Об этом сообщили на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте Самара ГИС. В Театре Самарская площадь прошло торжество, посвящённое 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Представители Самарского городского отделения подвели итоги работы за год и наградили самых активных участников движения. Кроме того, гостям в качестве подарка свой спектакль показал Молодёжный театр «Так просто». Подробности в программе события на телеканале Самара ГИС. Сегодня, 28 ноября, с 9.00 до 20 часов, территориальные налоговые органы Самарской области, осуществляющие приём налогоплательщиков физических лиц, проводят акцию «День открытых дверей» по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов за 2022 год. Напомним, что оплатить имущественные налоги за прошлый год необходимо не позднее 1 декабря. В Самарской области, по данным Роспотребнадзора, на 23% превышен эпидпорог по ОРВИ. Бытуют грипп-А, парагрипп, аденовирусы, риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, COVID-19. Только на прошлой неделе симптомами простуды к врачам обратились почти 15 тысяч жителей региона. Больше всего заболевших среди самарцев от 15 лет и старше. В Самарской области за сутки в 4-х ДТП погибли 3 человека и ещё один пострадал. Сотрудники полиции выявили больше 400 нарушений правил дорожного движения. В том числе задержали 20 пьяных водителей и 15 нарушивших правила перевозки детей. Обнаружить шпиона в своём смартфоне не так сложно. Как вычислить вредоносные программы, рассказал эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин. Первое – установить антивирусную программу. Второе – анализировать изменения поведения устройства. Быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика и так далее. Если заподозрили наличие шпионского программного обеспечения, лучше обратиться к специалисту. Поддержать уязвимый организм и спасти его от сезонных болезней помогут яйца, цитрусовые, имбирь, йогурт и киви. Это выяснили специалисты из Бенорецкого индуистского университета. Щитом для простуд являются цитрусовые, лимоны и апельсины. Они известны как источник витамина С, который активирует образование лимфоцитов основного компонента иммунной системы.